В Европе стремительно растет волна преступлений с участием беженцев вслед за немецким Кёльном, где женщины вновь выходят на акции протеста с требованием к властям положить конец нападениям со стороны прибывающих в страну мигрантов, накаляется ситуация и в Швеции. Всех шокировало убийство подростка, которого ударил ножом его сверстник, приехавший из Сирии. Подробнее расскажет Григорий Емельянов. Это преступление шведская полиция старалась не афишировать. Два школьника, один беженец из Сирии, другой выходец из Литвы, поссорились из-за девушки. Якобы сириец приставал к подруге одноклассника, за что и получил от него пощечину. Затаил зло и спустя неделю нанес литовцу смертельный удар кухонным ножом в спину. В итоге дело все же получило огласку, но только после того, как информация всплыла в соцсетях. На официальном уровне власти во многих европейских странах предпочитают замалчивать инциденты с участием мигрантов. Принято считать, что это может привести к разгулу национализма и ксенофобии. Эффект пока скорее обратный. Когда тайное становится явным, люди выходят на улицы. Кёльн. Очередная акция протеста с требованием к властям положить конец разгулу преступности. Количество заявлений в полицию о нападениях на женщин приближается уже к тысяче. А это Дюссельдорф. Район с уже не немецким, не официальным названием Магриб. Анклав беженцев и в последнее время самое криминальное место в городе, где равно легко можно купить наркотики и лишиться кошелька. После кёльнских событий местная полиция впервые за несколько месяцев провела здесь рейд. 40 человек арестованы. Все выходцы из Северной Африки. У нас резко выросло число ограблений. В этом районе преступники постоянно встречаются после грабежей. Нам пришлось одновременно проверять 20 баров. Факты домогательства отмечены в Венгрии. Причём там приезжие стали приставать к женщинам-охранникам их же лагеря для беженцев. Когда им дали отпор, начался бунт, подавить который удалось лишь с привлечением дополнительных сил полиции. При этом двое стражей порядка получили ранения. В соседней Австрии канцлер, которая на днях объявила временные приостановки действия шенгенских соглашений, теперь идут ещё дальше. Власти намерены блокировать предоставление финансовой помощи тем странам Европы, что отказываются принимать переселенцев. А 20 января может быть принято решение об ужесточении контроля на австрийских границах. В Брюсселе вновь заговорили о гипотетическом крахе шенгена и возможных последствиях. Если кто-то хочет погубить шенген, он столкнётся с гибелью свободного рынка, ростом безработицы в Европе, которая в очень короткие сроки выйдет из-под контроля. Нет шенгена, нет экономического роста. Очень важно помнить об этом. Из-за океана тем временем звучат призывы не драматизировать ситуацию. Мы должны найти аргументы, и я знаю, Германия делает всё возможное, которые убедят наших граждан, что миграции полезны для экономики. Исторически миграция всегда положительно влияла на развитие стран. Моя родная страна была построена силами беженцев, а их таланты позволили ей шагнуть далеко вперёд. Но там, в США, согласились принять не более 10 тысяч беженцев, что капля в море, а Европе расхлёбывать полной ложкой. И вот уже в МИД Литвы говорят, что ЕС не готов к новому великому переселению народов. Это к тому, что едут в основном в Германию и Швецию, а для других стран не должно быть никаких обязательных квот на беженцев. Так считают в Вильнюсе. В соседней Латвии собираются вводить запрет на паранжу в общественных местах. А вице-канцлер Германии потребовал от Марокко и Алжира забрать обратно своих мигрантов, тех, кто не получил в Европе официального статуса беженца.